Всем привет! С вами InformTV! Сегодняшнее наше видео посвящено Галине Польских. Это советская и российская актриса театра и кино. И в молодости, и сейчас она воплощает на экране добрых и искренних женщин, от которых веет домашним теплом, а если потребуется, готовых на жертвы, но не во имя абстрактные идеи, а ради близкого и порой и чужого человека. Галина Польских родилась в Москве. Детство девочки было неблагополучным. Александр, отец будущей знаменитости, в первые годы Великой Отечественной войны погиб на фронте. Мать одна воспитывала двоих детей, Галину и ее старшего брата Виктора. В 47-м, когда дочери исполнилось 8 лет, мама скончалась от туберкулеза легких. Маленькую Галю разлучили с братом. Его взяли на воспитание родители отца, а девочка осталась жить с бабушкой по материнской линии, Ефросиньей Андриановной, которая специально ради внучки переехала в Москву из Беларуси. Жили бедно. Бабушка устроилась работать уборщицей в магазин, в котором руководство учреждения выделила комнатку размером 9 квадратных метров. В этом помещении семья и поселилась. Бабушка с ранних лет наставляла внучку, что главная ее задача – получить образование. Поэтому Галина хорошо училась в школе, особенно любила литературу и историю. Также школьница регулярно участвовала в конкурсах детской самодеятельности. После получения аттестата она решает стать актрисой и подает документы во ВГИК. В первый раз Галина Польских вышла замуж, когда еще была студенткой ВГИКа. Мужем актрисы стал Фаик Гасанов, студент факультета режиссуры. Вскоре в семье появилась дочь Ирада. Галине пришлось на время прервать образование, но в 1965 году Гасанов в Ялте, где снимал очередной кинофильм, трагически погиб, попав под колеса в трамвай. Через два года актриса снова вышла замуж за режиссера Александра Сурина, с которым познакомилась на съемочной площадке фильма «Баллада о комиссаре». Этот брак просуществовал год, но в Польских успела родить вторую дочь Марию. По словам Галины Александровны, она привыкла рассчитывать только на свои силы. С детства будущая актриса училась самостоятельности, а также сама пыталась решить любые проблемы. Мужья, к счастью, никогда не противились стремлению Польских к свободе в принятии конкретных решений. Дочери именитой актрисы всегда восхищались актерским талантом матери, однако к профессии ревновали, враждебно относились к ухаживаниям со стороны поклонников и коллег. По этой причине Польских не раз разрывало отношения с мужчинами. В 2016 году в гостях у Галин побывала съемочная группа программы «Идеальный ремонт». Чтобы удивить звезду театра и кино, ведущие отвели актрису-косметологу на омолаживающие процедуры. Когда женщина появилась на даче, где руками мастеров под присмотром телеэксперта в помещение приспособили для внука, Польских не узнали. В апреле 2018 года актриса Александра Урсуляк выложила в инстаграме фото. Фолловеры заподозрили похорошевшую Галину в пластике лица. Врачи-косметологи сочли, что не обошлось без блефаропластики, ботокса и филлеров. Пока одни восторгались обновленным внешним видом польских, другие с огорчением отметили, что в попытке стереть возрастные изменения с лица артистка потеряла себя. На долю актрисы выпало немало испытаний. Смыслом жизни для Галины Александровны стал внук Филипп. До пяти лет она воспитывала мальчика сама. Дочь Мария вышла замуж за гражданина Ливана. Потом ребенка забрали в Бейрут, и он жил там с родителями до пятого класса. Затем семья вернулась в Россию. В 2011 году с Филиппом произошло несчастье. Он попал на мотоцикле в ДТП. От удара фактически оторвало ногу, которую медики позже ампутировали. Учебу в Лондонском университете, куда молодой человек поступил перед аварией, пришлось отложить. По информации журналистов, молодой человек освоил протез, вновь оседлал мотоцикл и все-таки уехал в Англию учиться. Мать Мария Сурина от комментариев отказывается и с журналистами не общается. Осенью 2018 года завершены съемки российской адаптации американского сериала «Хорошая жена». В фильме, сохранившем тоже название, Галина Польских вновь мама. В роли сына прокурора, попавшего в череду скандалов, выступил Александр Домогаров. Для телеканала «Домашняя» актриса готовила проект «Родительский комитет», который к выходу на экран переименовали в «Маму». Галина, сыгравшая школьного завуча, отметила, что рада участвовать в картине, которая рассказывает о важных проблемах нынешней школы. Если видео вам понравилось, ставьте лайк. Также не забывайте подписываться на канал. Удачи!